Провести праздник, день, все надо о вас будет, где трассе забудешь. Сейчас поставлю, смотри, это, тетрадь. Что у меня вчера, смотри, сварились. Это у меня специально так что-ли, а я ушел там в один другой заскочил, двери закрыты, все закрыты. Вот, посмотри, что такое. Доказал сегодня, что можно от мошек не отбивать, а работать. А у меня это место было голо. Вот доказал. Подвиг. На болоте с 3 дня лежал. Пришел и жена не узнала, только по голосу узнала. Святость. Так все-таки можно не защищаться от мошки? Абсолютно. И что, солдаты говорят, мы приехали, там палатки поставили. Первую ночь, говорит, почти никто не спал. Вторую, то ли они наелись комары, то ли что, вообще никого не трогают. А стояли, говорит, у болота. Заели, говорит, выйти невозможно. На вторую ночь, говорит, совершенно нормально. На вторую ночь командире солдат не узнали. Они в них просто людей не узнали. Узнали, да. Там уже смотреть не на что было. Ну, воробей-то поет. У тебя, говорит, две ножки. А хоть маленький совсем, зато сам я мошек съем. А ноги-то красные, что? Садись. Да я тут же стоять буду. Бывало. Батюшка, на документ. Самое удобное место. Хранить документ боится? Что сразу? Я спрашиваю, что вот дает? Что боится? Держи, держи. У полномоченных уже нет. Спросить нельзя, ты скажи какой, а? Не бойся. Что такое? Ну, готовую маку. Ну, возьми, посмотри. Что это? На, вот еще одно место. Самое удобное место это у меня. Давай, здесь надо. Он будет говорить, а ты увидишь, что это так. На, вот приклеена была на солнце, кое-что выгорело. Ну, осторожно. В руках рассыпется. Документы, история. Это все имеет к нам отношение сейчас, к сегодняшнему дню. Тебе можно взять, а эту посмотреть только. Только погромче говорите, чтобы я слышал. Что? Что собрались-то? Объявите. Поможем? Поможем? Да, батя? Ну, поможем. Ну, поможем. Не настафь на Господу. Господи будь милостей. Боже, слави Господи. Не настафь на Господь. Истину. Тебе слава, Виктория Павловича. Сегодня, братья, пригласили вас на собрание, такое небольшое. Я поближе стану. Вот по какому поводу, по поводу лагеря Стана, которого на сегодняшний день уже как такового, православный лагерь Стан, под такой вывеской, не существует уже сколько, ну полтора года. На прошлой неделе была у нас комиссия, приезжала помощник прокурора и задавала некоторые вопросы по детям и по лагерю по территории. Говорит, а существует или нет, сколько времени уже его нету. Ну я ей все это сказал. И вот следующий вопрос был такой. Говорит, а вам сельсовет не предлагал ли, чтобы они приехали сюда и с бульдозерами и это все дело снесли? Да нет, говорю, зачем нам этого не надо? Ну она так сказала и все на этом закончилось. То есть, если такое предложение, думаю, у них это не наши просто домыслы какие-то, а именно оттуда где-то уходит помощник прокурора, она же с Барнаулу, наверное, была, да? Нет, с Мамонтова. С Мамонтова. Сельский совет, значит, то есть снести территорию. Если лагерь Астана не существует, значит, площадка должна быть зачищена, она приезжала, смотрела, с тобой или находили, да? С батюшкой. С батюшкой. Или с батюшкой. Натоптаны там дорожки или нет, в самом деле там никого нету, пользуются или нет там тем, что осталось. То есть, это есть опасность, этого есть. И вот есть предложение такое, что из территории той, то есть из того, что там осталось, укрепить, там уже начали рушиться столбики, сделать как бы музей детских лагерей. Как бы, да, который будет примером для тех лагерей, которые еще есть, если они есть в нашей стране или где-то находятся. Ну, и у нас, чтобы эта территория была как бы примером для этого, то есть сделать музей, как бы взять, ну, под свою ответственность, что ли. И вот попросить ребятишек, если кто, гости приезжают, Игнатия Тихоновича, чтобы они там, ну, укрепили там, где столбики, потому что уже, ну, разрушение происходит. Коровы туда заходят, ломают гнилые столбики. Вот такое вот здесь предложение. И вот это надо на голосование поставить. Музей-то хорошо. А кто будет его содержать, этот музей? Не содержать. Ну, пока вот попросить Игнатия Тихоновича. Ну, вот тут только все они будут. Деревенские, кто будут там работать, там это подкреплять или кто? Дом это все развалено. То есть об этом речь идет. Подожди, ну, почему? Ну, я говорю, что отношений никакого не имеют. Вот с вас ни рубля, ни работы, ничего нет. Я и спрашиваю, отвечайте, кто будет его содержать. За ним ухаживать. Ну, вот попросите гостя Тихоновича, да, чтобы он взял это как бы на себя, раз это детище и его. Реберут тогда, пожалуйста. То есть и его это детище. Ну, если они берут, а деревенские не против, ну, пожалуйста, они а нам-то как-то делают. Ну, это и речь, что если они вдруг приедут, то есть у нас есть решение, что это уже не лагерь Стан, который был раньше, что вы можете это... То есть это теперь музей, а музей это уже... А кроме того, надо сказать, когда они напали, там, ну, что приезжали-то, на следующий день было собрание, я все передал в деревню. Деревня приняла с печати собрание, то есть у меня никакого отношения там уже нет. То есть это уже дело не только подсудное будет, а просто преступление у них. А почему? Потому что пока существует этот лагерь, который был 45 лет, мы показываем, никакие миллиарды не нужны разворовывать их. У них только одно... Утонули 14, тут сгорели 60, 96 под капельницами, они ничего не могут сделать. А почему? Все зависит от Бога. А мы его назовем как комплекс для бедных лагерей. Это игры, отдых, все, что есть. И сохраняется там и кухня, и где игровой зал, и где спали. Мы все берем на себя абсолютно. С вас требуется только одно. Кстати сказать, это отношение никакого к лагерю не имеет. Это деревенское. Мы попросили, а я даю согласие на это. То есть оно как было ваше, так и остается. Но приедут люди, мы выправим, отштукатурим, а там коровы чешут, тоже полсины разрушили. С вас ничего не требуется. Только в молитвах, помните. Это 45 лет позади. Я дал тут от прокурора, когда было, что ничего не найдено в нас. Местный прокурор, который явно видел. Там зампрокурора была, Жабина приехала. Она посмотрела и прокуратура дала ответ. Дети чувствуют себя прекрасно. Это не юридический язык. А в конце всегда спрашивают, а моего сына возьмете в лагерь? Нам есть что показать. Если директор Кэстонского института с Лондона прилетела, ее сопровождали с Останкино. Там в Англии знают, как за один месяц наркоман был и в руки не берет. Месяц один. Какие изменения в ребенке? Мы говорим, нашего там ничего нет. Это делает Бог. И показываем. Так она такую статью в интернете там написала. Мне, говорит, половина не рассказали, что я увидела здесь. Главное, что помощи государства нету. Никому, ни начальнику, ни обслуги. Вот это мы пример показываем. А мы для них сегодня как мозоль. Они лагеря закрываются, то другое не могут. Мы говорим, может. Определяет здоровье ребенка, а не ваши инструкции, написанные для миллиардеров. Сначала ограбили народ, а теперь давайте жить по нашим нормам. Мы не можем жить. Туалеты в степи делать марабарными. Всегда был сортир, только они к этому привезли. А у нас хлорировано все. Купаются дети. Ну все, что было, это заснято фильмов, которые заняли первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм, первое место в России. Это что-то говорит? А зачем вам нужно спрашивать? Затем, что я живу в России, это моя страна. И мы хотим показать, а миллиардов нет, ничего нельзя сделать. Не так. Было бы у нас желание, и можно без единой копейки своими силами что-то делать. Да не что-то делать, а просто... 18 лет одни и те же люди приезжают. Вот сейчас она лежит при смерти мать, а отец еще с этим делом болеет глухонемой. А они уже приезжают девятый год. Мы полностью берем на себя. Приезжают издалека, копейки нету. А у нас еще раньше было. Мы брали расходы на билеты туда и обратно. Зачем? Это наша страна. Это мой Бог повелевает так. И не было ни одного, который приехал бы и пожалел. Вот я приехал, а тут еще нету. Я на каждом шагу, говорит, видел и учился. Да что вам говорить? Вы сами в лагере были. С вами легче всего говорить. Андрей ваш там написал. У меня в книге есть, когда в лагере был. Как-то Мария из шалаша узнавала, с какой стороны ветер дует. Одна рука выйдет и смотрит. Вот так. Я согласен. Все теперь, Илья Горь, на голосование-то, наверное, поставили? Ну, я думаю, да, кто понимает. Это просто свидетельство. Мы потом официально тогда бумагу как-то составили, чтобы собрание деревенское и решили. И сделать в копьях и отдать сельсовет. А я в Краевой отдел истиции занесу. В печати деревенской, все как положено. Ну а дальше, что как было, к этому добавить. У нас не было ни одного больного ребенка, что приехал заболел или разбился, или отравили, или обедки давали. Один год строгая проверка была. Доехали. А тут старщиков был. Докорчены. Докон с ними поговорил, они даже не поехали. Говорит, там обманывать не будут, обедки сливать другому не будут. Они верующие, не ездите, не надо спущать. Это старщиков. Я не знаю, как Игорь, что ли, звать его было. Бог каких помощников-то давал. А вот тогда был у нас здесь этот Гавриил. Докон залез, он на тот где-то топ, на березы, и повесил крест. И говорит, они не пройдут сюда. И правда не приехали. В ветвях укрепил распятие. Ну что, давайте тогда проголосуем, да и... У нас больше ничего нам и не надо. Один вопрос только был на собрании. За вами всё там есть. Задача в том, что отремонтировать и вывесить афиши. Примерно такого содержания. Мы музей для бедных лагерей. Разрешилось, всё. Теперь это официально, просто надо сделать. Все расходы, что требуется на ремонт, всё сами делаем. Ваше ничего не требуется, кроме просьбы моей поминать в молитвах. Потому что мы нуждаемся в этом. Понятно. То есть я такое слышал, что общины, даже целые общины живут. Всё нормально. Они платят налоги, юридические лица. А на доме молитвы у них нету таблички, что это дом молитвы, работа из стольки до стольки, богослужения. Приходят, закрывают, всё, у вас ничего нету. И это не один раз. На всех помещениях, то есть как должно быть, как положено, сделано. Это запросто они могут сделать. Закон сейчас... Регистрации у нас нету. Это позволяет, да. Нет, говорит, есть регистрация, а на доме молитвы у них нету. Ну, сейчас он не знаю. У нас нету, к нам претензий никаких. Каждый год... Так что это табличку надо сделать, Алексей знает. Нет, нам даже никогда не говорили. Переходят в перерегистрацию, вообще к нам ни разу этого не говорили. Табличку. А были председатель дела юстиции, полковник Маковеев Валерий Иванович, зав. кафедры теологии Волобуева Марина Маратовна. В газетах печатали. Нам это ни разу даже не говорили. Ну, я думаю, чтобы вопросов не было, здесь было бы неплохо с двух сторон повешать табличку. Думаю, это не сложно, что это музей. Это уже готовят. Вот это... Это зацепка. Если этого нету, это может быть... С трех сторон мы вывозим. Сегодня готовят уже всё. Всё. Красиво сделайте и всё. Красиво. Нарезают из газет буквы такими буквами. Не было никогда. Название примерно такое будет, как здесь указано. Музей для бедных лагерей и площадка для детей, чтобы дети могли приходить там играть и... Ну и смотреть, конечно, надо за тем, чтобы не хулиганили, где-то отвалилось что-то сказать или как там жертв поднять. А то там быки всё развалили. Мы уже всё запечатали со всех сторон. Около 20 столбов подставили новых. Ну всё, давайте, братья, проголосуем. Кто за это предложение... Остальным скажите, кто... Кого предупредили, не пришёл. У нас в уставе сказано, что собрание всё равно состоится. Он не может его заблокировать. Я вас благодарю. Я хотел спросить ещё. Мы там около того Павлова дома стянули там телеги, там не нужно. Музей хотели сделать. Может туда перетащить нам или не надо? Лучше туда. Старые телеги, которые мы музеем... Туда, в лагерь? Да, чтобы видно было, как на лошадях мы ездили. Правильно. Музей это и есть музей. У меня конная сенокоска стоит. Сенокоску конную тащите туда. Она железная. Бывает, мы хотели машина, там у Петра сзади стояла. Мы не могли никак с ней справиться. Тяжёлая. Не, вы железную не тащите. Украдут кто-нибудь и всё железно. Да ну, это так просто сюда ехать, да нет. Мы же сколько раз ловили так просто. Нет, железо воровать. Да, уволодим вам со двора. Я вчера встретил одну жигули, утаскивал телегу с поля. Смотрю, ходят ребята, палочка, какой-то экран. Они идут по над железной дорогой. Туда, обратно. Обратно идут, собирают. Такая горсточка уже железа. Голодняк. На 50 процентов статистика говорит, посеяли всего лишь в крае. На 70, сегодня уже на 70. Уже на 70, да, уже ясно. Так, ещё просьба. Ещё просьба прошу. Помолитесь, чтобы Господь дал мне человека, у которого комбайн Драглайн. Я хочу углубить пруды, чтобы была рыба у вас. Расчёт вам никакого не надо. Это всё беру на себя. То есть не человека, а просить надо, чтобы миллионера пошёл. И ещё помолиться. Два ржавых этих Драглайн. Всё, вопрос. Если вы хотите сделать что-то во благо будущего поколения, вот после вас и, по крайней мере, нам. То есть, может, Бог даст нам ещё проживём. Хотя немного спрашивайте, нужен мне, допустим, тот Рыжковский или второй мостик? Да. За которым мы должны отвечать. Вот мне, мне листья не нужен. Ну, тебе не нужен. А все туда-сюда ездят. И мы оттуда только проехали. Ну, ездить-то пусть. Ну, рыбу-то. Для кого она там нужна? Ну, мы ездили рыбу ловили в разных местах. Чего о других думать? Это неплохо, когда есть рыба. Да её нету рыбы-то. Ну, тогда и разговора нет. Рыба. Но я так, что делать это, значит, не только на сегодняшний день. Так нет. А весной, весна приходит, три мужика откапывать пять прудов. Ну, это ж нереально. Ну, не откапываете? Как не откапываете? А там запасной больше метра. То там сочится, то там сочится. Вот бегали с шерстью с этой всю весну. Это ж не дело. Мы этот пруд сведём спуск воды дальше на целину. Это сделаем. Конечно, мало людей. Бог его знает. А завтра будет больше. Ну, вот когда будет, тогда... Тогда никого и не будет. Сейчас пруд потом качает. Андрюша, вот он качает. Так и нас не будет, мы помрём от такого работы. Тогда уже смысла не будет. Смотри, вот это, вот уже прудом пользуется. Там увеличили где, насколько больше, там Симаковский назывался, коров поете все время. Теперь молитесь, мы послали смс-ку Путину. Может, Бог даст услышать за Господь молитву, чтоб нам граверную дорогу от трассы сделали, маленько. А вот если бы Вы просили, и когда бюджет делается краевой, я бы обязательно всё это расписал и положил на стол. Вы ни разу не попросили. Кого? А мы догадались, только ещё одни отправили. А я об этом уже лет 15 говорил назад. Так писал бы, а чё не относились? А чё я бы из вас писать? Вы не нуждаете? О, выкрутил! О, выкрутил! Так нам сказали, мы расписали. А когда пруды мы начинали делать, Вы же не собирали, никого не спрашивали. Про то, что допустим... Ну, Андрюша, там написано, за восстановление поперёта. А в восстановление поперёта... Одно дело Ваша мечта, Да, я тоже могу помечтать, и допустим, у меня есть деньги, и я там что-то вкладываю. А другое дело под это, как бы людей подержать и говорить, что это на ваше будущее. Надо делать всё эффективно. Вот в моём понимании, вот это озеро, не в моём понимании, а по документам, вот это озеро и вот это, два озера, которые входят только на территорию деревни. И поэтому, когда вы не собирали, допустим, вот это озеро, мы здесь купаемся, здесь можно... Оно у меня в приоритете, что именно здесь мы можем контролировать, и именно сюда нужно вкладываться. А распыляться туда-сюда... Вот там платину сделали, говорили встречать человека. А любой сейчас вот, кто ездит там, в дождливую погоду, проезжаешь только на молитве. Вот такая колея, это не колея, вот такая дамбочка едешь, то есть там, ну, мыло, как бы ехать надо, да, типа. И вот тебе раз так, скинуло и утонул. А почему? Потому что скользко. Мы вчера говорили, 4 КамАЗа закатать песком, мы это сделаем. Потому что вы видели, что она вся вот так вот обваливается. Если гравия не будет, Она не вся, та, которая новая. Вот она какая-то стоит, а мы ее подняли выше, а выше она, значит, этот, который наклонный, она отступает дальше. Я все понимаю. Может, просто эта ситуация не меняет, что на машине ездить опасно в любом случае. Ну, вокруг никто не запрещает. Еще несколько лет будет опасно, пока она не устоится, не утрясется. Сейчас рано еще накладывать что-нибудь. Еще и года даже нету, как насыпали. Лет 5 хотя бы. А кроме того, вокруг еще насадили только что. А когда порастет, а вот так бы не все так. Речь идет об эффективности и именно о совете. Когда говорим там, предприятие совершится при множестве советов. Другим советуем, а жить-то вы кому делаете? Хоть, хоть, хоть. Ты знаешь, вот который дальний, у нас называется Южный. Все лето в прошлом году купались дети им как раз. А его там ничего не было, болото. Около 180 наросло деревьев. Мы с этого убрали. Два года делали. Все? Ну, Игнатий, а что здесь нельзя было купаться? И ближе, и все. А тебе, Владимир Викторович, мне понравился Рыжковский. Ты главный у меня был вдохновитель. Вдохновитель надо все в свое время. И не распыляться. Ты же видел какое-то, чтобы у него вдох было, выдоха не было. Только сегодня там воды, когда столько никогда не было. Я знаю, знаю. Мы еще по ним ее на полтора метра поднять сможем. Да. И вот сделали, а он лишь вымыл как. Хорошо, благо, что Коля поставили. Молодцы ребята, еще там заделали за кругу. Исааки сколько жил? 20 лет, говорит. И детей нет. А он продолжал молиться. И бесплодие кончилось. Мы должны заранее подумать. Муж или муж? Мы там мужа. Дорогу подняли в воду во всех прудах. Теперь у меня трактора тонут в полях. Я не могу подъехать. Уже утопило? У меня огород подняли. Я огород забросил, нельзя садить. Затопило. Теперь в погребе колодец. Как нельзя? Рис садить? Картошку-то садить нельзя, я без картошки жить буду теперь. А рис? Рис. Учите японские. Рис все в магазине. Если, даст Бог, сказали, в Барнауле два драглайна стоит ржавые, но сказали, что они работают. Сейчас ищут водителей. И вот, ну как, пожелание, вот заняться, в первую очередь, вот этим прудом. Да, этим прудом. Сначала к нему подъезд надо сделать. Я сначала хочу сделать там, где подъезд. А так, где он может разворачиваться, заехать и скидывать куда-то. На бок нельзя, она ищет обратно. Надо за дамбу скидывать. А представь, если он сразу четыре метра углубляет, а остатки там что-то на него наплывает, три метра останется. Ну да, в любом случае. В основном расстроилась. Да сгорала еще не раз. Как Варшава. Вообще ничего не осталось. Мы что можем, то стараемся делать. Вы сами видите. Ладно. Вот за дороги Спаси Христос. Вот это вот конкретно. Вот по этой дороге, помните, какая была колья? И в деревне сейчас идешь, посмотри, как ламбы-то там. Особенно там, короче. Вот. Дорога, вот. Себенка, вот. А тот Рижский второй мостик, мне он вообще не нужен. Вон там конечно. Ладно. Ладно. Вот этот дядя, знаешь, в фуражке стоит? Он пришел и говорит, знаете, вот от Рижковский пруд такой красивый, такой хороший. Вот смотри, говорил, послушай, послушай меня. Я тебе говорил, не распыляться. Вот тот совсем не нужен. такой. Вот южный, никому не нужен. Ну тебе не нужен. Да, не только не мне. Ну послушай, я тебя не перебивал. Ребятишки могли бы здесь, здесь бы вполне, обостроить его хорошо. Потом дамбу надо больно укреплять. Еще больше и больше укреплять. Дело в том, что она слабая. Ну ты же видел, наверное, сам. Она во-первых какая-то рыхлая. Сколько раз ее ремонтировали, и порой чуть ли не зимой уже начинали там долбить и все прочее. Ну. Это про что говоришь? Про вот этот вот, про этот? Зимой? Да и зимой было, не зимой, а вот непосредственно. Уже морозы были. Вот этого человеку, или ранней весной. Вот это ты его знаешь. Я ставил, купил специально капканы. Вы ни разу с капканом не вышли. Вы вышли, ставили капканы. Ставили капканы. А почему? Ставили. Еще не поймали? Не лезет в капканы. Надо написать записку. Сюда иди. Я в прошлом году ставил, пять выдр попало. А Бабрата так и не поймали. Вы хотите посмотреть дом, где живет Бабер? Я знаю, он у меня живет. Да у тебя же ты покровитель его. Кого ты принял? Я покажу, и вы ставьте капканы. Рышевский, я тебе говорил, не надо, надо все свое время. Вот когда мне было лет, допустим, даже на десять, чтобы скинуть, пятнадцать, еще бы заняться. А сейчас мне уже ничего не интересует. А меня интересует. А, ну пожалуйста, дело вот. Пожалуйста, когда трактор приходит, и он на один пруд, вот так вот, он приходит, мне сорок тысяч, только туда-сюда отправили. А раз он пришел... А вот говорится о том, что рационально исследовать... Перебиваешь, зачем меня? Я говорю, в свое время, я привожу на все пруды. Потому что доставка и отправка за мой счет опять же. Да, понимаем, 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 что не понимаем, что ли? Ну да, понимаешь, поддержи. Поддержать, когда рационально будет использовано, все, и техника, и деньги, и все, и клад, и силы. Ну сколько раз, вот там он тоже, каналы это рыли. А ты что думаешь? Ну как думаешь, где там рукавцы идешь? А как по-другому? А как по-другому? Ну так вот, надо делать так, чтобы... Может он грипит так? Я пошел к свистому Алексею, он говорит, всегда посылали трактор, я никогда не видел трактор, и люди вообще работали человек 20, чтобы этот шлюз прошел. Ты что ровняешь-то? Деревня когда была, и здесь три семьи, и три коллеги. Да потому что кто-то вняла. Нет, просто мало ли, но мы же меня что. Что коллеги-то? Что? Ну я так говорю. Не коллеги просто, чтобы было понимание, слава Богу, чтобы были люди. Да нет, что копали, ты делаешь, ты инициатор, ну делай, пожалуйста, тебе никто не нужен. Слава Богу. Ладно, хватит, а то на ролик много будет, не в месяц. Гигабайт не хватит. Перегрузите! Нет, нет, нет. Да благодари Богу, что их нет. Благодарю, благодарю. Это о том, что надо. Ладно. Березовка вам нужна? Надо березовки? Очень даже. Только думал, неудобно просить, мы уже не догадаемся. Вот у Алешки в колодце висит 20-литровая бутылка. Идите, вытащите, возьмите всю бутылку. Так, подождите, прочитай документы. Какой? Ну, который я давал-то. Вот это что ли? Слушайте внимательно. Вот документ. Ну, документы такие уже, они висели на солнце. Вот, прочитай. Внимательно. Вверху, внизу. Слушайте внимательно. Володя, подойди поближе. ГОСАГРОПРОМРСФСР Промышленный комитет Алтайского края. Мамонтовское районное агропромышленное объединение Совхоз Корчинский. Село Корчино. Акт. От 17 декабря 1990 года. То есть, Советская власть еще была? Мы, ниже подписавшаяся комиссия в составе председателя комиссии директа Совхоза Корчинский, товарища Мануилова Анатолия Сергеевича, члены комиссии главного бухгалтера Поваляева, главного агронома Сиськова Алексея Семенова, председатель сельского совета Кулебы Василия Федоровича, депутата сельского совета Турова Дмитрия Феоктистовича составили настоящий акт на передачу бросовой земли в бывшем поселке Потеряевка Лапкино Игнать Тихонов в количестве 3 гектаров сроком на 10 лет, бесплатно. Бесплатно. У тебя в 2000 году кончилась аренда, ты не продлил? Я ее не получал. Кого я не получал? Я получил только 10 соток под лагерь, а остальное, я говорю, где? Это дорога, которой мы ходим, чтобы набрать, и все. Куча огромная лежала на возе, мы ее разравнивали и на этом построили. Ну, документы уже сейчас силы это не имеют. Ну, имеют. Что коммунисты даже давали, они отбирали. Ну, это другое. Давали аренду на 10 лет. Я говорю, коммунисты не раз в детских лагерях не штрафовали. А вот два года назад, сколько лагерей показали, по полтора миллиона штраф разогнать детей. То есть, это вообще хамье одно, ни детей, никого не признают. Коммунисты этого не делали. Ты все-таки закрывай лицо, а то завтра придешь, мы тебя не узнаем. То есть, так. Ну, весь искусственный-то. Зачем я не узнаю? Тебя как святого, мы не узнаем, что это. Я хотел напомнить, что у меня документ есть, что я являюсь почетным членом деревни с правом голоса на собрание. Не просто так. Да, мы знаем. Главный голос. Это ваше имущество, и вы его сохраняете. Мы в течение двух дней постараемся уже все везде вывезти. Ладно, все на работу, быстро на работу. Все, работайте. Ты сделай копию лишь, и все совет здесь передать. Володя, ну, бросай, иди, бери березовку, что ты в холодильник снимаешь. Пленка кончится. Хочешь, чтобы я с банкой приду? Не можно с банкой прийти? Да, да, я залил, я поставил. Володя! Тихо.